Осенью прошлого года в Венсполсе было посажено на 140 тысяч цветов больше, чем в предыдущем году. Это различные сорта тюльпанов и крокусов, которые цветут в парках, скверах и на клумбах. Осенью посадили около 200 тысяч луковичных растений – крокусы, нарциссы и тюльпаны. Первые крокусы уже цветут. Их можно видеть в скверах и на клумбах. Одно из самых красивых мест, по моему мнению, сейчас площадь Зеленого, где газетный киоск в самом центре на улице Кулдыгас. Ну и в других местах города уже расцвели крокусы. Посадили около 6 тысяч анютиных глазок и около тысячи незаводок. В дополнение к цветочным клумбам в городе установлены первые 6 пирамид с анютиными глазками. Именно анютины глазки первыми высадили в 24 марта в саду у моста. Так как было еще холодно, анютины глазки могли погибнуть. Но риск оправдался. Я бы пригласил всех венсполчан на миг оторваться от повседневных дел и спокойно пройтись по центральным улицам нашего города. В прошлом году мы осенью посадили 200 тысяч луковичных саженцев. Они сейчас эти цветы уже видны. Это крокусы, это тюльпаны. Могу вам точно сказать, что в Европе вы такую красоту нигде не увидите. В таком объеме, в таком масштабе. Наши люди очень постарались, чтобы венсполчанам было, глядя на эти ранние весенние цветы, оптимизм появился, что пришла весна и вообще-то не так уж плохо в жизни. Принимая во внимание предложение жителей о создании новых фигурных цветочных объектов, решено установить на конечной станции паровозика Калмс цветочную скульптуру «Зайчья семья». Мы разрабатывали идеи, так как парк приключений посещают не только зимой, но и летом там много людей. Там мы поставим зайца. Мы сейчас 8-го должны найти место окончательное, где она должна быть. В комиссии по развитию мнений разделись, и там будет несколько макетов, чтобы определить. Это очень важный вопрос, иначе она не будет работать так, как мы хотели. Не удалось сохранить цветочную клумбу, созданную напротив тагругового центра «Табага» из цветов, используемых во время установления рекорда Гиннесса. В этом месте высокая влажность, что вредит луковичным растениям. Была идея сохранить там луковичные растения и посеять траву. Хотели, чтобы там цвели крокусы, тюльпаны и нарциссы. Но вода помешала реализовать эти планы. Если вода стоит, так как это зимой, это плохо для цветов, земля не промерзает. Чтобы луковичные растения весной зацвели, им необходим период, когда земля промерзает. Осенью было видно, что там собирается вода, поэтому неразумно было сажать нам луковичные растения. И мы не стали этого делать. Задача – найти решение, сделав, например, насыпь для посадки цветов. Это место бросается в глаза всем приезжающим. Сейчас там снесли руины, и надо, чтобы это место было красивым. Главный акцент – это дети, семья, венсплская, приезжие. Наш расчет очень простой. Ребенок приехал, нам надо сделать так, чтобы он каждую пятницу маме, отцу, дедушке сказал, я хочу назад в Венсплс поехать. Вот вчера я встретил одну даму, она говорит, когда ее дочка была маленькой, она говорила, я хочу жить в Венсплсе. Значит, неплохо она здесь чувствовала. Лучший рекламный агент. Да, лучший рекламный агент – это дети как раз. 23 июля в Венсплсе будет положено начало новой традиции. Будет организован первый праздник цветов. В этот же день будет открыта новая цветочная композиция «Зайчья семья» и новая клумба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...